Экологическая акция «Посади дерево» в Искитиме идет полным ходом. В стремлении украсить город, жители выбирают редкие, диковинные сорта растений, вовлекая в созидательный процесс людей всех возрастов и видов деятельности. Творчески и с душой присоединились к акции сотрудники Искитимского музея. С лицевой стороны здания они высадили семь кустов декоративного шиповника. Сорт «Роза Рогоза» будет свести с мая и до самых заморозков. Плодов он не приносит, но пышными розовыми цветами порадуют посетителей и прохожих. А во внутреннем дворике 10 октября состоялась высадка не менее эффектных и ярких саженцев для Аллеи Победы. Специально выбрали для этой цели красную калину. Она не будет, конечно, красной 9 мая, но к 9 мая 2020 года она будет уже цвести и весь сезон радовать красными ягодами. К участию в высадке Аллеи сотрудники музея специально пригласили людей, имеющих непосредственное отношение к событиям Великой Отечественной войны. Со свойственным им жизнелюбием и оптимизмом за лопаты и ведра взялись друженики тыла, дети войны, среди которых житель блокадного Ленинграда Виктор Павлов и один из немногих живущих сегодня участник Великой Отечественной войны Зиновий Кузьмич Журавлёв. Деревья не садила, а цветы сажу дома всегда. Ну, ощущение это, посадишь дерево, жить веселей. Дом, как тебе сказать, если дома садишь дерево, оно растет, понял? Дом как-то смотрится лучше. 15 ноября будет 92 года. Вырос я в большой семье. Нас было 8 человек. Жил в сельской местности. А если вы в сельской местности, значит, работать надо. Выросшие в трудах ветераны с энтузиазмом орудовали лопатами. Заботливо и бережливо, следуя технологии, погружали саженец в лунку. Утрамбовывая землю, поливали, чтобы лучше прижился. Деревья всегда с прекрасным чувством сажаешь. Это же не то, что, понимаешь, вон они там сожгли тайгу. А у нас хоть деревья будут. Вообще дерево. Что такое дерево? Оно живое. Вот оно сейчас будет живое. Приятно оставить после себя такую память? Обязательно. У меня память. Вот где дом ветеранов. Это мы в 71-м году садили с маршзавода. Я на маршзаводе работал. И вот там вот это всё, что мы садили. А деревья всегда там у меня. Три дерева мои до сих пор растут. Работать в музее, признается Виктор Матвеевич, вдвойне приятно. Здесь старшее поколение уважают и привечают как нигде лучше. Здесь меня приглашают на все мероприятия, все наши. Ну и кроме всего прочего, у нас музей самый хороший в области, я считаю. Алые ягоды вызывают в душе тёплые ассоциации, одобряют выбор саженцев участники акции. Калина Красная. Ну что, Шукшин, да, ассоциация. Ну и вообще все наши сибирские писатели. Распутин. Они же все писали об этом. У нас вообще отличные писатели. Самобытные. Это же не то, что все там это самое, которые только что вот. А сколько у нас своих Максимов, который ушёл, да? Вот. А сколько у нас своих сейчас поэтов, писателей, своих сейчас. Они вроде как неизвестные, но мы-то их знаем. Мы встречаемся в библиотеке. Читаете, любите? Да я сам стихи пишу. И песни. У меня книжка есть. Калина – это вообще сибирское дерево, так сказать. Калина живучая. Калина выживает в любых условиях. Она красива при любых заморозках. Вот она символизирует стойкость, которая была свойственна всем, кто на своих плечах вынес победу. Сибирякам в частности, да. Весь коллектив музея и спонсор высадки Аллеи Победы также вышли на посадку, не только организовывая процесс, но и непосредственно участвуя в нём. Посадить Аллею Победы выбрали культуру – это калина красная, сортовая таёжные рубины. Поэтому это растение является растением памяти, так как и выплакучие, рябины, калины считаются традиционными культурами, которые идут как раз для этих мероприятий. Поэтому Евгения обратилась ко мне оказать спонсорскую помощь в посадке такой Аллеи. Я с удовольствием принял участие, потому что это на сегодня не первая моя акция. Ко мне обращаются главы администрации муниципалитетов, директора школ. Я с удовольствием помогаю, оказываю посильную спонсорскую помощь в озеленении. Потому что, понимаете, оставить после себя такой след добрый – это очень приятно. Потому что мы этим самым украшаем не только улицы, парки, скверы, но и свои души. Мы как-то становимся добрее от этого, потому что действительно это красиво, это приятно. Калина – это куст. Высота будет достигать 2-2,5 метра. Поэтому будет, конечно, очень красиво и облиственно, и ягоды будет очень много. На ней практически всю зиму радовать душу и глаз. На сегодня как раз наступила, можно так сказать, полная фаза именно для пересадки. То есть на сегодня растения сбрасывают листву, прекращается сокодвижение. И по биологическим нормам растения входят в состояние покоя. Поэтому это как раз для пересадок – это самый благоприятный период. Либо ранняя весна, до распускания почки. Ну и погода нам просто душу радует. Вот сами обратите внимание, что кусты уже без листьев. То есть растения находятся в состоянии покоя. Но однако же мы выдержали всю технологию. Посадили, уплотнили почву в лунки и пролили хорошо двумя-тремя ведрами воды. Поэтому растения будут благоприятно развиваться ранней весной. Дети войны, труженики тыла, ветераны Великой Отечественной войны, все те, кто уже внес свой вклад в победу и оставил след в истории. Сегодня посадили аллею славы у музея. Калина Красная, как символ стойкости сибиряков, соберет всех вместе 9 мая, в день празднования 75-й годовщины Великой Победы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова